Здравствуйте, уважаемые студенты! Я вам представляю предмет социология-политология. Лекция номер 7. Она называется «Девиация. Преступность и социальный контроль». Лекция будет состоять из следующего плана. Первый вопрос – это понятие девиации. Второй вопрос – виды отклонений. И третий вопрос – это социальный контроль, в частности, его виды, формы и методы. Итак, переходим к первому вопросу – понятие девиации. Вообще, в обществе существуют определенные социальные нормы, и они созданы для того, чтобы общество функционировало правильно. Ну, чтобы нормальная, планомерная жизнь была в обществе. Но, однако, идеального общества не бывает, и людям свойственно иногда нарушать определенные социальные нормы. В этой связи возникают своего рода отклонения. Поэтому термин «социальное отклонение» или «девиация» обозначает поведение индивида или целых групп, которые не соответствуют общепринятым нормам, и в результате чего эти нормы нарушаются. Ну, и, соответственно, те люди, которые нарушают, их именуют как девианты. Ну, можно привести множество примеров девиации, да, такие как, например, преступники из молодежной группы, среды, отшельники, аскеты, закоренелые грешники, или, наоборот, святые, гении, художники-новаторы, или, наоборот, убийцы и так далее. Вообще, само слово «девиация» происходит от латинского «divio», что означает «отклонение». Ну, исследователи говорят, что существует три вида причин девиации. Первое – это влияние биологических и физиологических факторов. Некоторые говорят, например, то, что некоторые определенные физиологические черты личности, они предопределяют отклонение личности от нормы. Ну, честно говоря, бывает, что какая-то болезнь, да, передается, возможно, и отклонение уже заложено в ребенке, и такое бывает. Второе – это влияние внутренней природы личности. Это психологический фактор. И третий – это культурно-исторический фактор. Собственно, социологическое объяснение девиации. Это первый вопрос у нас был. Переходим ко второму вопросу – это виды отклонений. Но к первому виду мы это уже частично уже сказали в первом вопросе – это биологические и физиологические отклонения. То есть, ну, ряд исследований говорят то, что определенные черты лица, говорят, ну, то есть, например, если на человека посмотрят, у него определенные черты лица, какие-либо там, ну, мускульность, да, и они подходят под описание убийцы, да, то есть, люди с определенной физической конституцией склонны совершать социальные отклонения, осуждаемые обществом. Ну, это может быть округлость форм, лишний вес, или, например, мускулистость, атлетичность и так далее. Вот. Второй вид отклонения – это психические отклонения. То есть, психические дефекты означают, что у данного индивида наблюдается ограниченные способности к обучению в результате тяжелой наследственности или повреждения рассудка. Вот. То есть, такие люди, они слабо воспринимают какие-либо нормы, у них происходит слабое обучение этим нормам и слабая защита от внутренних бессознательных влечений. Вот. И третий вид отклонения – это социальные отклонения. Здесь девиация связана, скорее всего, не с физиологическими и психическими свойствами человека, а с той конкретной культурно-исторической средой, в которой она существует. Ну, этой точке зрения придерживались такие великие социологи, как Дюргейм, Мертон и другие. Поэтому здесь очень важно, если ребенок развивается в благополучной семье, да, обучается в этой семье моральным ценностям. Многочисленные, например, исследования молодежной преступности показали, что около 85% молодых людей с отклоняющимся поведением воспитывались в неблагополучных семьях. Но бывает иногда другой парадокс. Может быть, наоборот, благополучная семья, а ребенок может вырасти девиантом. Например, воспитанная семья, финансово обеспеченная, но ребенок может вырасти или наркоманом, или преступником. Вот. Такое бывает. Далее, часто родители сталкиваются с такой ситуацией, когда воспитание ребенка в семье противоречит влиянию других социальных групп и институтов. Поэтому родители вынуждены бороться с такой ситуацией, с плохим влиянием улицы, или сверстников, или массовой культуры. И неизбежно вот это все приводит, эти конфликты приводят к переосмыслению ценностей. Вот. То есть, то, что говорят в семье детям, кажется для этих же детей неправдой. обостряется конфликт культур, как говорят, конфликт отцов и детей. Вот. Это касаемо социальных отклонений. Ну, есть еще такая знаменитая теория аномии, автором которой был Эмиль Дюргеем, связанная она с тем, что в повседневной практике происходит наличие большого числа конфликтующих норм. Неопределенность в связи с этим возможного выбора линии поведения может привести к данному явлению, к явлению аномии. И вот Дюргеем говорил, явление аномии – это состояние, при котором личность не имеет твердого чувства принадлежности, никакой надежности и стабильности выбора линии нормативного поведения. Поэтому аномия, она возрастает в связи с беспорядочностью и конфликтами нравственных норм в обществе. И в этой связи, если, например, человек не может добиться благополучия, благосостояния с помощью таланта и способностей, то есть легальных средств, он может прибегнуть к обману, к подлогу, к воровству, который, в свою очередь, не одобряется обществом. Таким образом, отклонения во многом зависят от культурных ценностей и институциональных средств, которых придерживается и которые использует та или иная личность. Поэтому отклонения, да, социальные отклонения, они, с одной стороны, представляют угрозу стабильности у общества, о чем я уже говорил, да, но, с другой стороны, они могут поддерживать эту стабильность. Также отклонения, они могут быть индивидуальные и групповые. Ну, индивидуальные понятно, когда отдельный человек отвергает нормы своей субкультуры. Ну, и групповое, когда целая группа тоже подвержена вот этому девиантному поведению. То есть, например, самый обычный мальчик из стабильной семьи, находящийся в окружении порядочных людей, может отвергнуть принятые в его среде нормы и проявлять признаки преступного поведения, да. То есть, здесь он уже станет делинквентом. Тоже такой новый термин. Вот. Делинквент – это как отклоняющее поведение, но которое уже выходит уже далеко за рамки дозволенного. Отклонения также могут быть первичные и вторичные. Ну, первичные – это когда отклоняющее поведение в целом, но как бы соответствует нормам, культурным нормам, принятых в обществе. И когда их индивид совершает, то оно более-менее еще как-то терпимо со стороны общества, вот эти вот действия. Вот. Ну, вторичное отклонение – это когда отклонение происходит уже, ну, повторно и может нести определенную угрозу в стабильном развитии общества. Иногда может быть, что даже единственное отклоняющиеся действия уже могут очень сильную опасность, да? Ну, например, это изнасилование или употребление наркотиков и так далее. Здесь уже ярлык девианта навешивается. Ну, и переходим мы к третьему завершающему вопросу, который называется социальный контроль. Социальный контроль – это, прежде всего, механизм регуляции отношений индивида и общества с целью укрепления порядка и стабильности в обществе. Социальный контроль, он, как правило, включает в себя два элемента – это социальные нормы и санкции. Вот. Но санкции – это имеется в виду любая реакция на поведение человека или группы со стороны остальных. Но общепринято выделяют в социологии два вида санкции – это формальные и неформальные. Которые, в свою очередь, еще отделятся на две. То есть, например, это формальные и негативные. Формальные и негативные – когда наказание за преступление закона или нарушение административного порядка происходит, или штраф, тюремное заключение. Это формально негативное. Неформально негативное – это когда человек совершает какой-то проступок, да? Ну, и он может получить демонстративное игнорирование его или ругань в его адрес, да? Далее, бывают позитивные санкции, формальные и позитивные санкции. Это поощрение деятельности или поступка человека со стороны официальных организаций, да? То есть, это может быть вознаграждение, грамота, вот. И бывают позитивные неформальные санкции. Это похвала, одобрительная улыбка со стороны друзей и так далее. Ну, к формам социального контроля относятся это внутренний и внешний. Внутренний контроль – это самоконтроль, да? То есть, это наша совесть. Она регулирует наше поведение. А внешний – это уже совокупность институтов и механизмов, гарантирующих соблюдение уже законов. Это внешний контроль. Так, далее. Ну, в традиционном обществе, в традиционном обществе, социальный контроль, он в основном держался на неписанных правилах, да? А в современном обществе социальный контроль, он уже основывается на каких-то инструкциях, указах, постановлениях, законах. Вот. И если у человека очень хорошо развит самоконтроль, то, соответственно, внешний контроль, он не так сильно проявляется. Вот. А если, соответственно, у человека внутренний самоконтроль на низком уровне находится, да, то, соответственно, человек подвергается санкциям, да, со стороны закона, если он нарушает это грубо и так далее. Ну, и, соответственно, существуют следующие методы социального контроля. Первое – это изоляция. Это установление непроходимых перегородок между девиантом. Это может быть перевоспитание его. Ну, предположим, человек-алкоголик, да, его могут в соответствующие учреждения поместить, изоляция. Второе – это обособление. Это ограничение контактов девианта с другими людьми, но не полная его изоляция от общества. Ну, могут в тюрьму посадить, но при этом какие-то встречи с родными могут происходить. И, наконец, третье – это реабилитация. Это процесс, в ходе которого девианты могут подготовиться к возвращению к нормальной жизни и правильному исполнению своих социальных ролей в обществе. То есть, например, во времена Сталина людей осудили, сослали. Затем проходят времена и происходит реабилитация. Как говорят, реабилитация жертв политических репрессий, например, да? Вот, таким образом мы с вами прошли достаточно сложную, но интересную тему девиация, преступность и социальный контроль. Мы выявили то, что девиация называют отклоняющийся поведение, потому что людям не всегда свойственно соблюдать общепринятые нормы. Мы с вами выяснили, какие бывают виды девиации. Мы также выявили, что социальный контроль играет важную роль в жизни человека, да? В ходе социального контроля проявляются санкции. Ну и я вам озвучу вопросы для закрепления данной лекции. Итак, первое. Что собой представляет девиантное поведение? Второй вопрос. Каковы типы девиации? Третий вопрос. Дайте биологическое, психологическое и социологическое объяснение девиации. Четвертое. Что такое социальный контроль? Каковы проявления деликвентного поведения? И пятый вопрос. А характеризуйте основные методы социального контроля и какую роль они играют в обществе. На этом наша лекция заканчивается. Большое спасибо за внимание. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok